Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаю тему водонапорной башни Московской Павелецкой дороги. То, что я показала в своем фильме «Москва-Павелецкая. Допотопная». Представляю вам фильм «Вот башня, которую построил кто». Я изучала материал по водонапорной башне на станции Москва-Товарная. В конце фильма вас ждет творческий подарок, но смотреть надо, не перескакивая, чтобы, опять же, не пропустить важные этапы, которые я по пунктам разложу. Итак, начнем. Которую построил кто? И помните про братьев Фроловых, которые сделали первый паровоз в России. Как бы мы не крутили этот вопрос, и как бы я его не рассматривала, систему работы водонапорной башни в конце 19-го, начало 20-го века мы упираемся в один единственный вопрос. Это как? Это большой-большой-большой икс, неизвестное. Это источники энергии. Этот вопрос полностью скрыт из всей информации по этой теме. Вместо него в России мужик, лапти, лопата, кляча. В загранице там не мужик, там буржуин, котелок, бабочка, но тоже с лопатой. И с клячей. Отсутствие дорог. И получилось у меня по этой теме вопросы есть, кто и почему развязал ядерную или сопоставимую с ней термоядерную войну в 19-м веке. И почему это скрывают. Мы продолжаем разбирать эту тему. Потому что любой узел, любой объект, он приводит к этому вопросу. Здесь идет разрыв информации и абсолютное сокрытие и искажение. Вот башня, которую построил кто? А вот корова безрогая, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу у башни, которую построил кто? А вот два мужика, которые роют траншею глубокую, которую видит корова безрогая, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу у башни, которую построил кто? От башни той 200 метров река, круты берега, прорыта к ней траншея глубокая, которую роют два мужика. Все видела эта корова безрогая, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу у башни, которую построил кто? А вот трубопровод, который воду из речки берет, который прорыта траншея глубокая, которую роют два мужика. Все видела эта корова безрогая, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу у башни, которую построил кто? А вот волшебный насос, который встроен в трубопровод, сам воду берет и очищает, фильтрует и снова качает, качает в трубопровод, который уложен в траншею глубокую, которую роют два мужика. Все видела это корова безрогая, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу, у башни, которую построил кто? Рядом с башней бак, пудов двести как. Взяли бак за бака, эти два мужика приноровились, поправив слегка, ухнули, эй! И на шесть этажей бак встал, как влитой, чугунный такой. Ну, нечего болтать, надо еще траншею копать. Рыли траншею, на что-то наткнулись, дальше не роются, обматюгнулись, чешут затылки, ну что за фигня? Да это ж газгольдер! Эх, нам бы коня вытащить эту махину бесхозную, поставить ее на пару колесную. Все пригодится, нам ли не знать, что понапрасну добру пропадать? Где-то надыбали старых колес, так появился ури, российская империя, паровоз, который придумали два мужика, которые рыли траншею глубокую. Видела это корова без рога, которая просто щипала траву, которая просто росла на лугу, у башни, которую построила кто? Благодарю за внимание, с вами была Галина Конышева, всех вам благ! Продолжение следует...